Насколько я понял, вас она устраивает, эта техника? В основные позиции, да. Ну, посмотрим на совещание, будут руководители, они дадут оценку, в том числе и вашим заявлениям. Это тот случай, когда собрались ровно за неделю. Руководители сельхозпредприятий, председатели исполкомов разных уровней, ответственные и президент всего более 250 человек. Такие разговоры, как состоявшиеся по промышленности, громкие и жесткие, и сегодняшний по АПК, не повод посотрясать воздух восклицаниями «ах, как плохо», а возможность в присутствии всех вовлеченных объективно проанализировать состояние дел в конкретных отраслях экономики, в основу полагающих, чего уж. Только представьте, один труженик села, по озвученной главой Минсельхозпрода статистики, кормил в прошлом году 11 белорусов. Страна на экспорте продовольствия заработала почти 7,5 миллиардов долларов. Поводов для гордости масса, для почивания на лаврах ни одного. И все же Александр Лукашенко тоже начал с бочки меда. Обеспеченность по молоку составляет почти 270 процентов, мясу 135, сахару более 150 процентов, картофелю 112 процентов. По ряду позиций Беларусь достойно выглядит и в мировом рейтинге. Мы выходим в пятерку стран экспортеров молокопродуктов и топ-20 ведущих экспортеров мясной продукции. Это главные продукты сельского хозяйства. Отечественное продовольствие поставляется более чем в 107 государств мира. Валютная выручка от ее реализации в 2023 году составила почти 7,5 миллиарда долларов. И это при резком падении мировых цен. Сегодня стоит задача двигаться дальше. Сделать работу сельскохозяйственного отрасли более устойчивой, а ее развитие прогрессивным. Но нам же хватает или нам столько не надо. Такие фразы можно услышать от ответственных в оправдании снижения планки показателей. В общем-то да. Но разве подобные тенденции в перспективе нам гарантируют, что мы все так же будем в пятерке экспортеров молока, в двадцатке мясо? Или быстро скатимся, и нас смешают с травой конкуренты? Безусловно, отрасли есть чем гордиться, но если не будут решаться проблемные вопросы, то все наши успехи очень быстро сойдут на нет. Наша стратегическая цель – создать высокотехнологичный, прибыльный аграрный сектор. Нам жизненно необходимо максимально реализовать имеющийся потенциал нашего АПК. Разобраться с текущими проблемами, думать о завтрашнем и даже послезавтрашнем дне. Думать думают, но то ли не амбициозно, то ли реалистично. А даже в сравнении с не самым удачным 2023-м на старте нынешней посевной заявляют скромные цифры видов на урожай. Хотя все нам вроде бы благоволит. Почему и что не так, пытались понять сначала на уровне экспертов. Вот мы, журналисты, запутались. Потому что я объясню, когда начнется уже уборочная, у нас по телевизору будут показывать графику, сколько убрали. Там у нас обычно комбайны нарисованы. А потом скажут, когда мы имели в виду с РАПСом или без РАПСа. Да, то есть мы вот как бы и хотели бы понять, у нас действительно, что влияет, мне кажется, на урожай в любом году и в этом тоже. Погода, окей? Окей. Возможность посеять что-то. То есть есть ли у нас или нет семена? Есть. Есть ли у нас для этого трудовая сила? Есть. Техника. Техника. Вроде как есть. Возникает все же вопрос, почему мы говорим о том, что у нас в сельском хозяйстве каждый год проблема, если вот даже сейчас я в течение двух минут, в принципе, сказал, что ничего нет. Ну, если акцентировать внимание на какой-то большой проблеме, неразрешимой, то ее действительно нет. Есть рад вопросов, которые требуют где-то более быстрого принятия решения, где-то в определенных моментах принятия решения на более высоких уровнях. И с теми же посылами и тезисами вышли на запрошенный высший уровень, на котором, если уж откровенно, о некоторых проблемах даже говорить стыдно. Все ведь на поверхности. Говорено, переговорено и в полях, и в кабинетах. Санкции по году Александр Лукашенко из проблем сразу опустил за скобки. Мы же с этим живем не первый год, а каждый раз удивляемся и называем форс-мажором. Куда страшнее то, что под это маскируют. В ряде регионов не соблюдается разработанная наукой и практикой подтвержденная индивидуальная структура посевных площадей. За последние 10 лет на четверть увеличились площади засеваемых пшеницей. Но почти половина таких площадей малопригодна для возделывания этой культуры. Снижаются объемы внесения минеральных удобрений. В итоге у таких нерадивых хозяев запланированного урожая нет, нужной кормовой базы для животноводства нет, плюс к этому снижение плодородия почв и другие проблемы. Некачественно ведется мелиорация. Я назвал только три причины, которые лежат на поверхности. Какие сверхурожаи и будущую кормовую базу для животноводства можно ожидать при таких подходах? Нужно уметь работать в любых атмосферных условиях. Чтобы не списывать свои недоработки на погоду. Мы ведь знаем с вами, какая может быть в Беларуси погода. И к этому нужно было приспособиться. И к этому приспособились те, кто хочет работать. Получается, значение имеет желание или его отсутствие. Ведь о конкретных шагах, которые необходимы со стороны государства, президент не единожды спрашивал. А в ответ... Я постоянно задавал вопросы этой весной губернаторам. Что надо еще для нормального хода поселной кампании? От правительства, страны, от республиканских органов ничего не надо. Все есть. Но тогда работайте. Задача на 2024 год, куда более амбициозные вчерашних результатов, нужно производить порядка 10 миллионов тонн зерна, 5 миллионов тонн сахарных сроков и более миллиона тонн рапса в год. Выполнить задачу не равно подогнать под ответ искусственно. А такая тенденция видна уже на старте посевной. Что же будет к ее окончанию? Сами сельчане, обычные механизаторы, говорят между собой, что цифры сильно накручены. Мол, еще перед началом посевной процент готовности еле дотягивал до 80, был меньше. А сейчас, куда ни глянь, уже выше 95%. Научились играть цифрами, не думая о том, что недостоверные данные приводят к ошибочным управленческим решениям. Необходимо, чтобы вся техника была в полном порядке. Она не дешевая, она сложная. Тем более, вы все время требуете дай энергонасыщенные трактора. Упаси вас Господь. Мне доложат, что получив эти трактора, притом не за ваш счет в основном, за счет бюджета и разного рода кредитов и подачек, вы под забор бросите этот трактор. Говорим приписки, сразу думаем о падеже скота. Хотя Александр Лукашенко сегодня специально заменил эту формулировку на... О сохранности скота. Кажется, мелочь, но это как раз об отношении человека и о цели, которая должна быть во главе угла. Но ее пока не прорисовывается. Наглядный пример из эфира ток-шоу «По существу». Какой у вас показатель в прошлом году? Мы находимся в нормативе. И один из немногих районов, который не плюсует к прошлому году. И, ну, падеж случается. А какой норматив? Норматив по году не больше 3%. Каждый месяц это 0,2, ну, и каждый месяц он с нарастающим, то есть он доведен до нас. Понимаете, да? Так вот, может быть, если мы переместим акцент с количества умерших животных на то, сколько нужно сохранить и будем на это работать, это как-то поменяет отношение к делу. И если не работает экономический стимул, то президент обращается к элементарным человеческим качествам, которые вроде свойственны белорусам, но почему-то в вопросах обращения со скотом не работают. Иначе чем объяснить гибель только что родившихся телят, которых просто не успели выкормить в первый час, и другие вопиющие факты? Как вам такой факт? Берут и отгружают молодняк в хозяйство, в котором зафиксирован самый высокий падеж в районе. Нет комбикормов, имеют место системные нарушения технологий. Прудокская Калинковичского района передавала молодняк филиалу Зеленочи, Калинковичский мясокомбинат. Там же еще хуже. Это губернатор так работает. Спрашиваю, как так? Он мне отвечает, да. Асанж, вы не переживайте, мы по кварталу все выровняем. Я до сих пор не могу понять, как можно выровнять по кварталу что-то или показатели, если погибли уже телята. Как там выровняешь? Нормативное значение непроизводственного выбытия должно быть до 0,001% вместо нарисованных вами 3%. Что-то еще за нормативы такие гибели скота. Его быть не должно. Это чрезвычайное происшествие. Но многие говорят, ну ветеринаров не хватает, беда. Не так просто, слишком умные, продвинутые. А то идти не хотят на эту специальность. Посмотрите, где ваши ветеринары работают, которых вы обучили, не то в Витебске, не то еще где-то. Посмотрите внимательно. Чуть позже председатель КГК рассказал, где в частных клиниках. Белстат дополнил цифрами о том, на какие зарплаты в некоторых хозяйствах специалистов приглашают. В Красной Будде Добрушского района средняя заработная плата в 2023 году составила 730 рублей. В Вижны Светлогорского района – 772 рубля. В Ивановском Агро Чашникского района – 806 рублей. В Положково Климовичского района – 821 рубль. Организации приглашают ветеринаров и животноводов, поливодов, трактористов и экономистов на заработную плату 600-800 рублей. Очевидно, что на таких условиях эти вакансии так и останутся незаполненными. К зарплатам вернемся чуть позже, а пока давайте честно. Не все заинтересованы в сохранности поголовья. Отдельные наладили бизнес под марочку падежа. И это уже вопрос по линии МВД. Что ж, каждый выбирает сам. В Любовне, Минской области, не знаю даже как назвать этих людей, дошли до того, что изымали из скотомогильников в туши падшего крупного рогатого скота, разделывали их и продавали на «мясо» населению. Дорогой Иван, теперь и ты будешь отвечать за дисциплину в стране. Не только в городе и городе Минске, но и на селе. Чуть лучше ситуация в птицеводстве. Растет производство мяса и яиц, но с прародительским поголовьем вопрос все так же пока не решен. Читаю сегодня ночью данные, представленные мне, и четырех миллионов штук яиц. Приезжаю утром помощником, говорю, так миллионов или миллиардов. Целое утро уточняли. Что такое четыре миллиона? Пол яйца на каждого в белорусы не получается. Уровень подготовки президента к совещанию. То чума, то грипп, но чаще обычная бесхозяйственность и свинское отношение уж извините. На каждом третьем свиноводческом объекте есть факты несоблюдения ветеринарных правил. И толку тогда от строительства новых ультрасовременных комплексов, на которые мы готовы и тратим деньги. Из-за ненадлежащего состояния свинокомплекса провалена и селекционно-племенная работа. А белорусская черно-пестрая порода свиней и вовсе находится на грани исчезновения. Так, в ООО «Заречье» Рогачевского района единственное генофодное хозяйство по разведению свиней нашей породы на 1 марта 2024 года счислилось основных чистопородных свиноматок, численность составила, лишь три головы. Есть проблемы и с новыми породами, и притчевые зацехдатские коровы, которые по задумке должны были вывести наше животноводство на качественно новый уровень. Но пока все как-то не складывается. Сегодня, спустя пять лет, пришли к тому, что только создали подходящие для их жизни условия. Логичный вопрос. Все делалось параллельно, Александр Григорьевич. Все делалось параллельно. И людей надо было учить, потому что эти люди совершенно были не готовы к интенсивному производству. Зачем туда везли? Нам передали это хозяйство, и нам надо было что-то делать. Надо было отвезти в Гродненскую область тысячу голов. И они бы вам там обеспечили. Сейчас, Александр Григорьевич, это нормальное хозяйство. Для Витебской области одно из передовых хозяйств. Сейчас это Устья. Это понятно, только угробили вы там, наверное, немало средств. Отдельно стоит вопрос о переработке и реализации продукции с высокой добавленной стоимостью. Давайте скажем прямо. Здесь еще и дело в том, что продукцию не всегда умеют продавать. Иначе бы сами были заинтересованы и в дозагрузке предприятия, и в качестве продукции. Да и Беларусь не настолько богата, чтобы торговать сырьем, а потом у других покупать то, что сделали из нашего. И ладно бы технологии и возможностей не было. Перерабатываться должно все без исключения и даже поросячий виск. Рынок дает нам, переработчикам, шанс для расширения ассортимента и географии поставок. Закрепление в маржинальных сегментах. Говорят, продукцию некуда деть. Я вот наблюдал за визитом нашего министра иностранных дел в Алжир. Сертифицирована сельскохозяйственная белорусская продукция. Пожалуйста, привезите, поставьте. Это же недалеко. В Север Африке. Карту возьмите, посмотрите. И думаю себе, вопрос в чем? В кабинетах, как я сказал, засиделись. Шевелиться надо. Сколько раз говорю, кто-то по миру метаться должен, а кто-то по полям. Похоже, пора задуматься о системе оплаты труда руководителей сельхозорганизаций и исключительно в привязке к результатам работы хозяйства. Нет результата – получай минимальную заработную плату. К слову, зарплата. И попрошу с регионов больше ко мне не обращаться по руководителю заработной платы 1 к 8. Я больше такого согласования давать не буду. Потому что, если руководитель хозяйства хочет поднять уровень заработной платы себе, будь добр, подними для своих работников. В два раза поднял работникам, в два раза себе. До начала говорили с губернаторами. Так ли важен финансовый вопрос ВПК? Ответ вас удивит. Мы в селе платим больше всех. Наши зарабатывают люди непосредственно. Различные методы стимулирования. Но иногда их и не хватает. Можно заработать и 2 тысячи, и 3 тысячи даже на корме целян. Но хочет ли человек столько заработать? Понятно, что потребности у всех разные, но руководитель не имеет права останавливаться. В этом году мы должны произвести продукции на 6-7% больше и ориентироваться в экспорте на цифру в 9 миллиардов долларов. Сложно, да. Но мы должны решить эти задачи, обращаясь к руководителям всех уровней. Вам всегда должно быть мало вашего успеха. Министр сельского хозяйства выдал свою формулу решения всех озвученных проблем. Отдельно остановился на технике и кадрах. Да, многие говорят, что у нас техники где-то достаточно, где-то недостаточно. Но проанализировав то количество техники, которое у нас есть, слайд 4, пожалуйста, у нас выработка на энергонасыщенный трактор составляет 1780 по Брестской области за прошлый год. 1770 в Гродненской области. И сегодня мы видим темпы сева зерновых культур, темпы проведения ярового клина. И в том же числе, если сопоставить с выработкой по Витебской области, 1391 гектар. Если бы мы выполняли в тех темпах, какие сегодня выполняют эти две области, мы, соответственно, выполняли бы с оперативностью в 20-30% быстрее. И в том числе и здесь наши резервы по нашим объемам производства продукции. Тему дополнил, пожалуй, самый критикуемый губернатор Александр Суботин во главе Витебской области. Самый сложный в нашей стране заходит в третью посевную. На данный момент мы посеяли 74 тысячи гектар яровых культур. Это вроде по сравнению с остальными регионами достаточно немного. Это пятая часть от того, что нам нужно сеять в регионе. Но, к слову сказать, в прошлом году на эту дату было посеяно в 10 раз меньше. 6,9 тысяч гектар. То же самое ранние яровые. То есть мы идем все равно с опережением к прошлому году. И некоторая динамика есть. Погода не превалирует к Питерскому региону. Но, тем не менее, значительное количество осадков сейчас не дают возможность войти активно в поля. Но считаем, что неправильным, особенно в год качества, бросать семена в грязь. Вы словом не обранились о вашем реформировании сельского хозяйства. Вам отдали перерабатывающие предприятия. И вокруг них объединили 10, 20, где поскольку этих скукиш хозяйств. Вы работаете три года. Вы ни слова не сказали, что у вас получается. Вы хотите сказать, что предложение того облсполкома было негодное. Поэтому, что о нем говорить сейчас? Мы будем просить на правую деньги. Под технику, под еще что-то. К вопросу о не таких землях. Слово дали и тем, кто непосредственно на них работает. Успешно или не очень? Другой земли у нас нет. Я знаю земли и Кремько, и Неслижа. У нас болото, бывшее болото. Но оно дает свою отдачу. Александр Григорьевич, разрешите выразить слова благодарности за оказанную помощь в дополнительной милиарации, в отделении денег. Потому что для нашего региона, Брестского региона, это серьезная поддержка. 33 тысячи гектаров удалось вырвать с болота. На них будет производиться продукция, будет расти производство. Премьер-министр поставил ребром вопрос с именами отечественной селекции. Можно много говорить о том, что нам удалось заместить. Но важно понимать, соответствует ли это качеству, на которое рассчитываем. Здесь надо, на мой взгляд, как-то уже поставить точку. Потому что все говорят по-разному. Значит, академики говорят, у нас все самое лучшее. КГК говорит, что это далеко не так. И практические эксперименты не подтверждают результативность. Результативность. Значит, кто-то говорит, ну вроде по азимому ячменю нормально, по азимой ржи нормально. Значит, по гибридам кукурузы никуда не годится. Значит, даже те, кто, значит, сеет гибриды кукурузы, ну и заставляют сеять отечественные гибриды, они втихаря покупают импортные. Значит, табличку ставят, что посеяно белорусское, как бы, но на самом деле растет кукуруза импортная. То же самое касается семян сахарной свеклы. И в целом, значит, я считаю, ну и понятно, что правительство тоже не досмотрело в этом вопросе. Но мы скоро останемся без семян сахарной свеклы. Как и просили, глава государства поставил точку, но прежде привел личный пример. Поле президента. Сколько у нас там гектар? 300. 350 гектар. Витебская, Могилевская область. Это не для потехи было создано. Все, что ученые предлагают, мы опробовали там. В том числе и кукурузу. Отечественных сортов и по импорту семена высевали. То, что касается других бобовых, и горох, и люпин разных сортов. Я вам должен сказать, если соблюдать технологии, технологии, то нет смысла покупать импортные семена и кукурузы, и других. Если сеять обыкак, то тогда будут обиды и жалобы. Да, импортные сорта кукурузы, я убедился, в Гродно. Там качество и в Брестской области, высокая работа в некоторых хозяйствах. 20% семена французские, там селекции, или еще какие-то, они по урожайности выше. Это мне руководители в Гродненской области говорили. Ну так мы приняли тогда решение. Давайте договоримся, что 80% мы будем закупать собственные гибриды кукурузы, если по кукурузе, а 20% по импорту. Они окупаются. То есть решение здесь принято. Но отвечая на этот вопрос, главное это технологии. Что касается мелиорации, отношения к земле. Только недавно в Гродненской области к этому вопросу возвращались. В контексте железной дисциплины и бессмысленности показухи. Осень ведь все покажет. Очень важный вопрос, за который мы взялись в прошлом году, и тут уже немало от этого получил вчерашний вице-премьер, это мелиорация. Жутко смотреть на отдельные части Беларуси, когда сверху на это смотришь, летишь. Мы запустили мелиорированную площадь до невозможности. Сейчас надо штурмом за три года все восстановить. Но очень хотелось, чтобы вы хотя бы по 10-20-100 гектаров в каждом хозяйстве провели культурно-технические работы. Чтобы хмызняк, где можно убрать, вы убрали сами. И повытаскивали корневую там систему, или повыкорчевывали их. Хотя бы немного. А мы будем уже на уровне государства организовали, развернули, будем вести восстановление мелиорированных земель. А где-то, может, и прорезать будем. Финансов выделяют достаточно. Судите сами. Объем дотации увеличился на 27%. И если бы не было господдержки, то большая часть сельхозорганизаций, как минимум, по долгам не платила бы вовремя. И это почему-то воспринимается как должное. Александр Лукашенко прямо говорит, прошли те времена, когда на такое отношение закрывали глаза. Я вам скажу так, Александр Михайлович, вам, Исаченко, бывшему министру сельского хозяйства, Крупко, не будет результатов в этом году. Ждите жесточайших репрессий. Вот открытым текстом вам говорят. Другого у меня нет. Когда-то я очень аккуратен был на заре своей деятельности. Я не напирал там, что фермеры, фермеры. Понимаю, что мы тогда руководителей колхозов, совхозов найти не могли. Толковых. А если по кускам порезали бы эти земли и разделили их, у нас было не 3,5 тысячи колхозов, совхозов, как сейчас, а было 23-25 тысяч фермерских хозяйств. Многие, я вижу, как они работают. Упаси Господь. Лучшие фермеры здесь присутствуют. Дай Бог, чтобы у нас были такие фермеры. Я к тому, что сегодня частник себя зарекомендовал. И если есть толковые частники, которые готовы работать, попробуйте. У нас хоть и компактная, но разная по многим направлениям страна. Разные почвы, разные погодные условия, разные подходы у людей к работе. Чего уж. Но государство одинаково поддерживает всех и вправе требовать одинаковой отдачи. Не просто слов «спасибо» с высокой трибуны или телеэкрана, а реального результата. Это вопрос политический, стратегический. И на самом низком уровне его решать куда проще, чем когда от твоих решений зависит жизнь миллионов, например. Я не говорю, что плохо, но это не то, что должно быть. И чувствую, что может быть плохо. Поэтому надо в нужное время взяться за дело и действовать. Чтобы нашим детям потом не напрягаться. Не думаю, что на этом совещании мы много вам нового сказали, Америку открыли. Все вы это прекрасно знаете и понимаете. Но лишний раз хочу вам сказать, что не надо ничего нового. Давайте по-старому выдадим результат. Давайте вот как мы умеем и умели раньше. Давайте этим путем пойдем и у нас будет результат. А параллельно потихоньку там Вовк с Романом Александровичем Головченко и умный трактор и прочее вам подгонят к нужному моменту. Если кто-то готов, будем специально для вас тиражировать этот трактор. Мы уже научились его делать. Он себя неплохо показал, я это видел. Вот Бресте его вроде взяли, доведут его до ума. Будем производить. Но я думаю, что еще век не прошел механизатора на нашем традиционном тракторе. Поэтому наведите порядок и смотрите за дисциплиной. Вы должны быть примером для всех, чтобы вас никто не показал пальцем. И требуйте жесточайшим образом. Надо подключать милицию, прокуратуру. Но мобилизуйтесь. Нужно мобилизоваться. Поэтому президент и говорит о том, что каждый должен заниматься своим делом на вверенном ему уровне. Но понимать, как эта работа отразится на глобальном результате. Александру Лукашенко уж точно есть чем заняться, помимо обсуждений того, почему недокормлены телята в отдельном хозяйстве. Но президент это делает, потому что из таких маленьких эпизодов складывается общая картина. Хотя во времена, когда ставки подняты до уровня войны и мира, было бы значительно легче знать, что один из фронтов надежно прикрыт. А это в наших силах. Просто пришло время повзрослеть и делать это непрерывно. Иначе не удержим тот уровень, который привыкли считать нормой. А нам это надо? Алена Сырова, Виктория Ходосок, Ольга Бабарека, телекомпания СТВ.